добрый день у нас сегодня будет очередная работа в эфире вот и будем следовать очередную историю сегодня марина и я приглашаю марину поделиться своей ситуацией привет екатерина еще раз у меня ситуация такая что на кухне я ощущаю от него что ему некомфортно находиться со мной рядом что он как-то закрыт и я об этом говорю говорю что не комфортно так общаться и он мне отвечает но не то что отвечает он мне говорит сука и в этот момент я понимаю что он меня ненавидит где ты стоишь сидишь как как вы мы просто зашли на кухню там каждый по своим делам слева справа как то мы перемещаемся по кухне стоим не сидим а просто вот зашли что-то там каждый что-то свое делает такой к ситуации происходит хорошо и вот в тот момент когда он говорит сука он тебя какую эмоцию ты испытываешь я не могу сказать что я какую-то эмоцию испытываю мне кажется я просто замираю в этом как замораживаю замораживаешься на что со мной происходит поток мысли начинает паровозом бежать он ненавидит тебя это правда когда ты слышишь от него это слово сука можешь ли ты абсолютно точно знать что он ненавидит тебя да и там на кухне да он рядом ты говоришь что тебе сложно так и слышишь от него сука как реагируешь что с тобой происходит как ты доверишь мысли он ненавидит меня я чувствую сейчас я понимаю то что я чувствую какое-то отчаяние отчаяние это о том что я не в силах не в состоянии что-либо изменить это вводит меня в какой-то ступор как тебя и делаю железо он ненавидит меня в теле у меня словно дыхание умирает но больше ничего не чувствую то есть это как какой-то тупой удар от которого захватывает дух перехватывает дыхание на какой-то момент в груди ты слышишь от него сука веришь мысли он ненавидит меня какие картинки прошлого будущего приходит когда ты веришь в это он ненавидит меня из прошлого у меня приходят картинки не какой-то конкретной ситуации просто клубок ситуации поскольку они повторяли когда мои родители ругались и дрались я в тот момент ничего не могла с этим поделать я просто смотрела со стороны я боялась я боялась что папа убьет маму когда совсем драка там доходило до какой-то серьезной такой стадии вернее как когда их скандал уже переходил в драку я пыталась смешивать чтобы папа не прибил маму все что я могла там делать немножко вот в прошлое то еще пойдем с тобой с мужем он ненавидит меня как твой ум тебе это доказывает какие картинки прошлого в ваших отношениях с мужем может быть как слайды тоже идут какие образы будущего исходя из этого возникает он ненавидит меня слышишь от него сука говоришь я не могу я помню что однажды он уходил на работу их прихожая когда он обувался это был уже какой-то какая-то наша ссора и он кричал что я ему всю душу вынула что вот как-то так что ему очень тяжело он там вот этот момент видишь да его эту ситуацию еще какие моменты всплывают в памяти он ненавидит меня я помню когда он закрывался от меня когда что-то хотела о чем-то поговорить с ним или что-то для себя понять я конечно активно к нему лезла но и он в этот момент он просто надевал наушниках он закрытый ты идешь к нему с мыслями какие картики совсем-совсем прямо мы еще только встречались тоже я что-то сделала вернее я не сделала что-то такого что он хотел я не помню уже точно что я помню что он стоял как вот какое-то каменное извояние и он не разговаривал со мной видишь его это ушел в соседнюю комнату вот это молчание картинка какие образы будущего тебе приходят когда ты веришь в этом все ненавидит меня слышишь от него сука я представляю что мы становимся врагами он ненавидит меня от этого больно и в итоге я понимаю что люди которые что человек который ненавидит другого он не может жить рядом то есть муж мой жить он уйдет то есть у тебя идет сначала картинка как как он ненавидит тебя видишь эту картинку каким ты его там видишь будущее ненавидящую тебе какое вот примерно так как он когда-то на пороге прихожей кричал что я из него все душно понимаю здесь тоже я вижу его что он буквально за грудь хватает ему больно и вот это вот ненависть так выражается я ко мне что причина этой боли я видишь его так таким кричащими ты какая на его фоне он ненавидит меня я на его фоне виновата в том что ему так понял я причинаю такую боль я на этом фоне та которая пытается что-то исправить и поскольку я виновата то значит причина во мне значит я должна что-то делать с собой со своим поведением со своим отношениям я должна как-то меняться должна подстраиваться под него ты видишь вот себя он недовольный да он такой такой кричащий видишь себя какая-то неправильная что ты что-то делаешь не так что проблема в тебе да когда ты видишь его ненавидит меня и вторая картинка как он уходит такой тебя неправильный как он уже не может чтобы ты видишь вот эти образы будущего он такой разорвает на груди там кричит ухать уходит как ты относишься к нему в этот момент он ненавидит меня сколько я чувствую свою вину в этом я цепляюсь за него я не хочу чтобы он уходил но как я к нему отношусь каким ты его видишь каким он становится для тебя ненавидит меня сколько я чувствую свою вину в этом я его считаю какой-то жертвой своей собственной своей жертве что я виновата в этом я ему сделала больно я должна его остановить я должна все исправить я не могу позволить ему так уйти то есть он какой-то правильный да в твоем восприятие с ним все в порядке ну то есть он не он виноват да да ему плохо ему плохо он меня терпел терпение его закончилось да как то так да и вот здесь вот важно заметить что ну что он ему плохо он терпел да я неправильная что здесь как будто вся ответственность кладется на тебя видишь как ты на себя все берешь а он правда да то есть он такой правильный страдалец получается да он ненавидит да да и как ты относишься к себе когда ты его таким видишь он ненавидит он ненавидит меня я считаю себя неправильной что я какая-то не такая какая должна быть жена что я какая-то может быть слишком увлекающаяся психологией условно говоря то есть какая-то не такая что я не вижу не вижу реальность не вижу реальных вещей каких-то что я какая-то ущербная что я многое терпела и многое прощала я сравниваю себя не в тот момент но вообще скорее всего есть это сравнение что есть жены которые просто командуют верху своими мужьями и у них все складывается нормально в семье все хорошо такой образ жизни когда пиши вот этот образ опиши его у которых с мужьями все хорошо какие-то женщины она очень любит себя эта женщина такая самодостаточная эгоистичная я бы сказала то есть у нее что у нее есть четкий план как должно быть в семье что она прям контролирует мужа я даже конкретные у меня даже есть конкретные примерки это глаза образы есть у знакомых она диктует она прям выкатывает если что и надо что требуется от мужа чтобы там после работы был дома что после какое-то время с собакой в другое время ребенка отписки там еще как-то тогда-то ей купить машину тогда-то ей поменять шубу вот такая вот вся и это правильная женщина в твоем восприятии в этот момент то есть такими нужно быть или как это у тебя сравнение идет да она очень практичная она очень эгоистичная эгоцентричная она совершенно не задумывается о муже о своем и у нее все складывается я не уверена что надо быть такой женщиной но у меня вот такой пример перед глазами это сравнение идет и на фоне ее какая ты становишься когда у него так все просчитано эгоцентрично ты тогда какая ты сравниваешь себя с такой женщиной я абсолютно не такая и абсолютная противоположность он ненавидит да да я потому что я думаю о муже я думаю о том как я могу ему помочь как я могу что-то для него сделать я не требую от него по расписанию быть дома и такое ощущение что вот это я все упускаю и поэтому он перестает меня ценить поэтому он меня начинает обвинять он ненавидит меня здесь вот линия еще такая да то есть может быть нужно вопросник написать на эту женщину с которой ты себя становишься ну попозже да давай еще посмотрим он ненавидит меня с позиции как когда ты видишь его таким уходящим когда он страдающий да какая еще ты посмотри ненавидит меня за что он тебя ненавидит как ты это себе объясняешь какую ты себя видишь ну во первых я почему-то образ мамы своей вижу которая мне кажется которая вот мама которая я воспринимаю как ту которая просто измучила моего отца то есть ее мужа и я вот это ощущаю я даже вижу прям ее образ если говорить обо мне как я себя ощущаю да я тоже ощущаю что я своего мужа просто измучила чем я его измучила тем какая я своей вот там какая я ей как ты относишься к себе когда ты видишь себя такой измучи мучающий своему мужа какие чувства ты испытываешь к себе я кажусь какой-то жалкой жалкой в плане того что какое-то жалкое существо не только от кого надо жалеть или там которая вызывает жалость а которая вот просто никчемное какое создание какое чувство у тебя идет когда ты видишь себя какое-то отрогие я чувствую огромное сожаление о том что я такая пожалуйста я опьяняю свою маму в этом я похожа на нее давай посмотрим как ты обращаешься с собой и с мужем когда ты видишь себя вот такой такой неправильный жалкой никчемный он ненавидит меня в этот момент когда он говорит сука когда ты слышишь от него это как я с ним общаюсь обращаешься что именно какой у тебя взгляд какая реакция какое поведение что ты делаешь в этот момент я снова вижу маму свою для ее взгляд такой какой-то напуганный обескураженный растерян только мама она после этого давала отпор хороший в ситуации в ситуациях с папой а я растеряна полностью я не могу я впадаю в какой-то ступор я не могу никак реагировать я растерян я в замешательстве я не могу никак реагировать я не могу ему ничего возразить я не могу не знаю стукнуть кулаком по столу ничего не могу отстоять себя не можешь ты нет какие у тебя появляются привычки может быть манера поведения когда ты веришь в эту мысль он ненавидит меня а чувствуешь себя неправильно никчемной проблема я верю в то что мне надо изменить да я верю что мне нужно изменить надо измениться и что ты делаешь исходя из этого как ты себя ведешь и твоя манера поведения как ты разговариваешь как ты может быть что ты делаешь я прогибаюсь я прогибаюсь я становлюсь удобной пытаюсь стать удобной я пытаюсь как это конкретно проявляется что ты делаешь для этого даже в той ситуации он сказал мне и я затихла я потом ходила и не отсвечивала то есть как проглатываешь что еще в поведении тебя появляется он меня ненавидит я никчемная нужно измениться он настрадался со мной я не справляюсь состоянии я ищу помощи либо просто жалуюсь либо либо понимаешь что мне надо работать с психологом как ты взаимодействуешь с ним еще какие у вас разговоры как это проигрывается вашей совместной жизни из этого вот образа видишь этот образ там тот который ты описала как из него ты живешь как ты из него выстраиваешь отношения с мужем как как я терплю я объясняю его поведение оправдывая его поведение такое ситуация на работе у него еще чем я когда его оправдываю я еще больше понимаешь я должна его ему помочь в этом как-то обеспечить ему тыл не взваливать на него домашние дела не взваливать ребенка не загружать его то есть ты упустила освобождаешь отдел да тоже это удобная такая ну создание такого удобного поля рядом да я освобождаю его освобождают каких-то трат например даже если он говорит прямо и езжайте в отпуск куда-то езжайте в отпуск я даже от этих трат его избавляю я саботирую поиск билетов то есть получается как берешь на себя всю нагрузку все ответственность и наблюдаешь как не справляешься каждый раз до ну от ситуации к ситуации видишь вот этот цикл такой ну как поведение да он ненавидит меня проблема во мне мне нужно измениться он правильный его не надо трогать я должна стать удобной а исходя из этого я беру все на себя ему должно быть хорошо за счет дня а когда за счет меня меня не всегда получается я опять попадаю что я со мной что-то не так потому что не стопроцентная ответственность практически нереально человеку это как гарантированный провал как опять записывание этого образа со мной что-то не так мне опять надо меняться видишь это цикличность давай сейчас посмотрим когда ты впервые вот это вот чувство еще раз испытала какие картинки прошлого из детства что с тобой что-то не так тебе нужно справляться и нужно измениться что ты во всем виноватым меня ненавидит когда ты впервые в это поверила что-то из детства да вспомнить что я какая-то такая пожалуй что это связано с запретами родителей я чувствовала себя не такой как мои сверстники мне очень многое запрещалось мне запрещалось надеваться как я хочу даже уши не давали проколоть очень многое не разрешалось мне делать нельзя было ходить на школьные дискотеки это при том что мне родители многое давали есть какая-то конкретная ситуация которая всплывает именно ненавидят меня и мне нужно измениться именно ненавидят меня и мне нужно измениться ну да вот этот образ который считает себя виноватым проблема во мне это мне нужно измениться мне нужно стать удобной с другим то все в порядке это со мной что-то не так но тогда это другая это другая история и тогда это про то что я не могла спасти без своих родителей я не могла предотвратить их ссоры я от этого очень мучилась я чувствовала что я какая-то не такая никак не как мои подруги не как не как мои подруги вот на в отношениях с их родителями ну что говорила что когда они начинали драться ты как-то ну пыталась разъединить их вмешивалась да что-то исправить я даже уже знала когда они будут ругаться ожидала даже знала дни да я по определенным признакам уже научилась предугадывать и посмотри что ты тогда делала как какое твое поведение было я прятала ножи да да какие действия были там поведение я пыталась влиять на маму я пыталась влиять на папу я особенно балансировала между ними я пыталась их развести по разным ну условно говоря по разным углам квартиры чтобы не произошел этот взрыв от этого мне это никогда не удавало да видишь вот это вот желание спасти ситуацию создать безопасное пространство да идеальные условия и все твое внимание было направлено на создание этого да комфорта и безопасности вокруг да и ты как будто брала все ответственность на себя да более того я даже до этого брала ответственность на себя поскольку чтобы папе было хорошо я мамины дела мне не делала домашние чтобы папа был каким чтобы папа не ругался он был доволен чтобы он не чтобы его ни что не раздражало да чтобы меньше было поводов для конфликта да старалась предвосхитить все возможные минусы да и в итоге ты произнесла образу что я никогда с этим не справлялась видишь да столько энергии было направлено на то чтобы это все ну остановить не допустить да каждый раз права да вот и тогда себе начинала верить посмотри какая ты я не вижу столько сил направила все равно не дерутся и ты не справилась да я их ненавидела в этот момент обоих ненавидела да и как к себе ты относилась Когда они все равно делают. Поскольку я ненавидела их за то, что они делали, за то, что они такие, я жалела себя, жалела, что у меня такие родители. Да, ну вот посмотри, ты столько сил потратила и ты не справилась, они все равно дерутся. Вот эта ненависть к ним. Да, жалась к себе. Я не вижу, Катя. Да, видишь, что вот это вот я не справилась, вызывало какое желание у тебя в дальнейшем. В этой ситуации я не справилась, а дальше что? Какое поведение у тебя стало вырабатываться еще? Ну, во-первых, я не оставляла это свое привычное поведение предотвращать все, пытаться все предотвратить. Я не сдавалась в этом. Не сдавалась, видишь, надо еще больше стараться. Да. Если я в прошлый раз не справилась, значит мне надо еще что-то сделать дополнительно, может еще лучше стать. Да, возможно, что так. Угу. 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 Посмотри сейчас вот, да, то, что, ну вот, насколько это похоже на твои взаимоотношения с мужем. Похоже или стратегия? Да. Угу. 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 Создать удобную зону, да, для него, чтобы он был всегда доволен, чтобы его ничто не тревожило, быть удобной, предотвратить возможные конфликты. Угу. Да. Иieroна, чтобы не было ситуаций, когда у меня ненавиден. Да, и не справляюсь, да, и надо еще больше стараться, как с родителями. Да. Да. Да, да. И, все равно, да, не могу здесь. И, все равно, значит, мне надо еще больше стараться. видишь вот этот образ который отыгрывается он одинаковый что тогда было в детстве что сейчас да я вижу но я не могу его пропустить через себя я просто вижу это как будто это ко мне не относится как будто что как будто это не про меня как будто это ко мне не относится но сейчас вот наблюдай ну просто это может как видение да ты наблюдаешь вот эту похоже да да это как какой-то пример из математики который мне объясняют а я не могу да да посмотри что вот это вот самое главное 10 ответственность на мне другое как будто это я должна исправляться это мне нужно изменяться это я должна становиться лучше другой как будто не учитывается взаимодействия прямого да и отсюда вот это стопроцентная ответственность на мне и стопроцентный провал это моя стопроцентная вина моя никчемность и моя никчемность и чем больше я чувствую себя никчемной какой какое желание появляется какое нужно становиться чем больше не чувствую себя чем больше не нужно быть удобной чтобы получить эту любовь чем больше я удобная тем больше почему-то конфликты от этого не исчезают и опять я никчемная и так вот по кругу да да энергии сколько тратится жизнь на это видишь сейчас давай посмотрим ты бы на кухне ты говоришь тебе тяжело так чувствуешь его закрытость тебе сложно и слышишь от него сука кем это было в этот момент если бы не могла верить мысль ненавидит меня была вообще свободна от всей этой истории я была бы той кто замечает что ему плохо что у него внутри какая-то боль я просто это вижу новая история что если ему больно я должна ему помочь спасатель такой сразу включается просто стой в том моменте смотри на него говорит сука кем бы и чем бы ты была если у тебя не было мыслей что ему надо помочь без всех история происходящих из прошлого и будущего я была бы просто той кто видит что ему больно это боль выражается в таком возгласе как междометия и у меня в этот момент либо какой-то интересный пока некая открытость к этой боли я ничего не пытаюсь не сделать смотрю я даю время я даю время этой боли как-то покоится может быть или или как-то проявиться это как ребенком который которому больно который плачет но я просто должна дать время ему чтобы он справился с этим больно просто рядом находиться просто смотреть не бросаться там вызывать скорую или еще что-то там дуть на пальчик вот так кем бы ты была да просто смотришь адекватная нормальная счастливая и возвращаясь к ситуации на кухне я была бы той у которой слетятся глаза ты рядом с ним даже без этого образа мамы да вот просто почувствуем что это такое быть без истории рядом с ним в этом моменте что там внутри ну это открыто это открыто открытость тому неважно больнее ему сейчас станет или легче открытость каким-то интересным как позволение да возможно как позволение какой ты себя ощущаешь возможно даже это похваление самой себе что-либо чушь какой не быть замороженной а что-то чувствовать а же а а посмотри еще на этот момент говорит сука если бы ты была свободна от истории что это только твоя вина что тебе нужно стараться становиться лучше без сравнения себя каким-то идеалом что ты должна быть удобной без этой истории о том что ты должна обеспечить ему удобную комфортную жизнь я бы видела его мужчины мужчины который способен бороться каким-то состоянием и я вот это было не было бы женщины в этот момент как это проживается как это ощущается как это сейчас ощущается но ты говоришь я была бы женщина рядом с таким мужчиной как это для тебя что это я бы чувствовала я почувствовал его силу даже в этой злости даже в этой боли я бы не боялась этой боли которая внутри у него я бы не пыталась его спасать и я бы чувствовал тогда поэтому и свою силу тоже силу наверное в том что я могу быть собой я могу быть такой какая я потому что он рядом с ним видишь уходит желание заниматься его делами как позволение ему проживать свою жизнь свои состояния свои эмоции а когда я не виновата не виновата я он сам пришел я такого еще ни разу не раскапывала в себе в работе видишь что не занимаясь его делами в тот момент с тобой все в порядке да но у меня очень сильная привязанность к его тела да просто сейчас это заметить увиделось на контрасте как какова сила привязанности и мы увидели откуда эта сила привязанности шла из прошлого сильный сформированный за детство за годы взаимодействия с родителями паттер и образ да это как зацикленность век по кругу видишь что ты нет твоей вины в том что это происходит это как какой то вот действительно сила управляющая тобой изнутри не совсем поняла но вот этот вот паттерн поведения да все во мне я должна стараться должна еще стараться как какая-то запущенная пружина которая работает по одной схеме по одному механизму как будто нет видения что может быть иначе и это вот отыгрывание этого образа который в нас запечатан еще в детстве он как сам себе не принадлежим в этом мы про жизнь этого образа да это я четко понимаю потому что я не могу из этого выбраться да давай сейчас посмотрим войдем в свое детство возьми какую-то ситуацию когда там родители дерутся видишь эту картинку да она какая-то но она не то чтобы конкретная но я вижу образ образ да все равно это в твоей голове да все воспроизводится в твоем уме посмотри кем бы ты была в тот момент когда ты смотришь на них если бы позволила им заниматься их делами и не включилась бы в эту роль спасателя их отношений я могу посмотреть сейчас своими глазами уже той которая уже понимает кое-что об этом просто сейчас погрузись туда да то есть вот прям смотри на них без истории о том что в этом есть твоя ответственность что ты должна что-то делать с этим просто смотри на них да без мысли о том что с ними что-то не в порядке без истории о том что это надо предотвратить без всех этих мотивов просто смотри на них просто смотри на них я вижу что если бы я дала им возможность подраться до конца что называется не останавливало бы их может быть они что-то осознали может быть они дошли бы до какой-то точки я не знаю там папа сломал маме руку или еще что-то может быть ему это привело смотри на них вот что ты в них видишь смотри дерутся без какой-либо истории о том как должно быть что происходит без всякой какой-либо интерпретации происходящего просто смотри на них да я смотрю я вижу что одно здание останавливается драться еще раз что-то видишь они я просто вижу что в какой-то момент они перестают драться и сами по себе расходятся по разным углам то что я пыталась сделать до драки с твоим участием без твоего участия у них все равно есть свой цикл взаимоотношений видишь это видишь что просто ты решила что тебя тут все зависит да а на самом деле на самом деле жизнь идет своим чередом у них в каком-то фильме говорят жизнь за своим чередом макдональдсов понастроили примерно так да какая бы ты была в этот момент кем-то была ну я чувствую себя такой что я просто смотрю кино которое в соседней комнате происходит даже не спектакль а кино как будто даже спектакль это живые актеры да сцена а здесь вот как будто бы это образы на кинопленке и если в спектакль я могу вмешаться да там помидоры закидать то это просто пленка я там ничего не могу сделать и я это снимаю тут просто кино идет и оно закончится и даже легче от этого что это кино а не спектакль какое у тебя чувство к тому что ты наблюдаешь какое у тебя чувство к тому что ты наблюдаешь или у меня нет возможности вмешаться или у меня нет возможности вмешаться что это что это как-то заживо меня не берет не касается как будто бы это настолько что мне надо вмешиваться это дело двух людей является такое как доверие к тому что все встанет на свои места у меня доверие к тому что это кино закончится какой ты себя видишь в этом моменте еще раз если 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 так мне как Кажется, да. Я говорю, кажется, поскольку это странно для меня. Непривычно. Да. Да. Посмотри, какой бы ты была, какой была бы твоя жизнь в детстве, если бы ты не занималась делами родителей. Если бы была, жила из этого пространства себя. Я вижу себя взаимодействующей, общающейся со своими сестрами. Почему-то двоюродные сестры, ну, мы примерно все одинакового возраста были там плюс-минус два года. Год-два вот так. Мои двоюродные сестры. Я почему-то вижу картинку, что мы летом в деревне, и мы там общаемся. Вот наши такие детские или там подростковые какие-то дела. То есть твое внимание как будто высвобождается и направляется на твои личные интересы, на твою собственную жизнь. Да, я даже почему-то вспоминаю сейчас, как сестра двоюродная говорила, именно там в деревне, что она говорит, все люди как люди, а я королева. И она как-то вот так вот себя позиционировала. Почему-то такая фраза приходит. Ну, и такая ситуация вспоминается. Там куст малины, и мы там идем, и она так говорит. И там чувствуется, вот в этом моменте чувствуется жизнь. Жизнь. Мне кажется, я даже ощущаю жару, которая там была. То есть я не просто вижу картинку этого лета, я даже чувствую запах, чувствую, как жарко. Слышу путь насекомых. Какой ты себя там ощущаешь? Обыкновенный, живой. Который просто идет из огорода, с сестрами идут в летнюю кухню. Просто обыкновенный день. Пробую еще вот посмотреть, просканировать вот свое взаимодействие с родителями, в своей семье. Как если бы ты жила из-за присостояния. И нагружая себя задачами взрослых. Позволяя им решать свои вопросы самостоятельно. Без истории о том, что их нужно спасать. Я вот просканирую свое. Мне кажется, я в меньшей степени ненавижу свою маму. Я больше ее воспринимаю просто матери своей. Мама как мама. Без вот этой, что, ненависти к ней, что она какая-то не такая мать у меня. Просто мама. И просто папа. Но папа же я... Пожалуй, я его не так ненавидела, как маму. Я, наверное, больше его идеализировала. А сейчас он, мне кажется, с обыкновенным папой. Без вот этих дополнительных каких-то состояний, которые я чувствовала в отношениях. Угу. Посмотри, какое твое поведение тогда. Ну, я вижу себя с каждым из них по отдельности. Угу. И с папой я... Ну, и с мамой тоже я могу просто как-то больше быть собой, наверное. И здесь необходимость что-то делать, убирать ножи там, что-то делать за маму дела. То, что ты делала. Вот из этого состояния. Какие-то сверх усилия прилагать. Ну, ножи прятать и все такое уже... Нет такого у меня намерения. Угу. Нет ощущения этого. А делать дела, но помогать все равно есть. У нас последствует так. Ну, из какого мотива это идет помогать? Ну, из какого побуждения? Из какого-то позитивного побуждения. Угу. 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 Насколько бы легче была бы жизнь без этого образа, если бы не проживая зубами. все зависит от меня. Да. Давай посмотрим в твоих отношениях с мужем, какой была бы твоя жизнь, если бы ты позволила ему проживать свою жизнь, не занимаясь его делами. Не занимаясь его делами, не имеется в виду, позволяя ему проживать свое состояние, не спасая его, занимаясь своей жизнью, своим делом. Безустое о том, что в любом моменте это получается как бы представление будущего, да, представление просто, да. То есть вот когда мы занимаемся делами другого, да, вот это рождается история, что будет, как это исправить, прошлое, вся ответственность на мне, я должна стараться, да, когда вот это все пускай безмысленно ненавидит меня и вся проблема во мне в этих историях, какой бы ты была. я бы не боялась, во-первых, не боялась оставить его с этим совсем одного. как по аналогии, допустим, любительный мама боится своего ребенка отпустить на улицу, ну, например, да, что там с ним произойдет, а кто-то наоборот не боится, я бы не боялась его отпустить с этим, условно говоря, на улицу. Было бы больше доверие, что он справится с этим, доверие, да, видишь, что появляется доверие ему? Да. Угу. Когда ты живешь из доверия к нему, как ты проявляешься? Я добрее к нему. Я не пытаюсь его контролировать. я не привязана к результатам, которые могут быть у него в результате этих проживаний. Видишь в этом, что его процессы, это его процессы. да. Да. Собственно, мне не важно, как он это проживет. Ну, как он проживет. не то, что неважно, да, может быть, это как доверие, о том, что у него сила с этим справиться, это его, да. надо этим управлять. Угу. Не надо контролировать, соответственно, надо управлять. И это не такое холодное безразличие, да, то есть вот это безразличие, это когда мы закрыты, и мы холодные дистанции. Это я рядом. Да. Да. Я просто присутствую. Но я вижу в тебе, что не справиться совсем. Да. И видишь на равных такое взаимодействие, то есть ты каким его видишь? Ну, не тем, кого надо спасать, это точно. Равный с тобой партнер. Да. Помнишь, в истории, да, как бы он меня ненавидит, он якобы правильный, и вот эта вот идеализация, как, а проблема вся во мне, я маленькая на его фоне, я какая-то никчёмная, ущербная, а он так бог, он как будто больше. Да. И то же самое, как у папы, да, он говорила, я как бы маму ненавидела, а папу идеализировала. Да. То есть идёт такая искажённое восприятие. Да. А в реальности, да, без этой истории, ты видишь, что вы на равных, ты посмотри, какая ты становишься тогда, когда ты видишь его. Спокойная. Спокойная. Я в этом спокойствии могу быть такой, какой я хочу, и заниматься, чем я хочу. Я не должна себя из себя кого-то лепить, устраивать. Изменять? Да. Есть ли необходимость этим заниматься? Нет необходимости. Угу. Да. Уже всё хорошо. Да, со мной, в принципе, всё хорошо. А то в этом образе, в этом ощущении. Угу. Ты сейчас выдохнула. Видишь, как выдохнула вот эту нагрузку, которая, ну, как будто брала всё, всё, всё это время на себя лишнее. Да, мне кажется, только там одного выдоха недостаточно, чтобы это всё ушло, чтобы это всё выдохнуло. Ну, по крайней мере, ты, ну, вот, виден этот контраст, да, в ощущениях? Да. Угу. Давай посмотрим перевороты. Он ненавидит меня. Я ненавижу себя. Я ненавижу себя. Почему в тот момент, когда ты слышишь от него, сука? Я ненавижу себя за то, что я такая. За то, что я себя ощущаю такой, вот с этими своими всеми циклами из детства. С этим своим ощущением, что я виновата и мне надо меняться. становится лучше прогибаться, что-то делать. То, что, с чем я уже просто не справляюсь и с чем я, на что я повлиять не могу. Угу. Ну, вот смотри, да, я начинаю ненавидеть себя. То есть, это способ прожить вот это вот состояние, когда я вижу его, как ненавидящего меня, я создаю этот образ его, идеального. а проблема только во мне. На фоне его идеального создается образ меня не ущербный. Не совсем подняла логику этого. ты веришь он ненавидит меня автоматически. Помнишь, как в третьем вопросе ты описывала, что мне его жалко, он так со мной замучился, с него вся ответственность снимается, меня. А проблема вся во мне. То есть, на фоне его такого правильного возникает образ меня, такой неправильный. И когда я смотрю на этот образ себя, я ущербная. Я начинаю испытывать к себе ненависть. И в этой ситуации это больше правда, что я ненавижу себя, это чувство во мне запускается. Не столько он ненавидит меня. Да. Он сказал просто, сука, это его процессы внутри. Да. Но используя вот как бы образ, веру в эту мысль, да, я начинаю ненавидеть себя. Да. И это то, как вот этот образ, который возник еще в детстве, я не справляюсь. Вот помнишь, что говорила, я ненавижу своих родителей в тот момент, да, но там еще надо в себе, что я не справилась, мне надо опять стараться, опять что-то делать. То есть вот он хочет проживать одну и ту же эмоцию, разочарование в себе, другом, еще больше стараться, как зареженная пластинка, и ему нужно вот это вот проживать, я ненавижу себя, это как допинг, как подпитка этого состояния. Не поняла, кому нужно проживать ему? вот этому образу, который за все ответственный. Да, поняла. Чтобы самого себя поддерживать, ему надо брать откуда-то дрова. Да, и вот эти дрова, это ненависть вот эта к себе, я не справилась. Чтобы это прожить, то есть я должна всю ответственность на себя взвалить, которая гарантированно провальная, как с родителями. И испытать свою ущербность на фоне этой неудачи, и за это возненавидеть себя, испытать эту эмоцию. То, что в нашем уме происходит, вот такой механизм, он как сам себя воспроизводит, и ему нужны условия определенные для того, чтобы себя сохранить, в нашем теле в интерпретоле. Я использую мужа для того, чтобы прожить это состояние, привычное в детстве. Навить к себе, к себя. Да, потому что родители, папа умер, мама далеко, ругаются уже. Да? Да. Это образ внутри. То есть я ненавижу настолько себя, а сколько тот образ в себе, да? Да. Вот этой моей эмоции. Да, я понимаю. Ага. И видишь, что без этой истории об этом образе, что ты такая, что всё от тебя зависит, ты увидела, что с тобой всё в порядке? Да. Нету повода для ненависти в реальности. В реальности то и в детстве или в реальности, которая... В детстве и в детстве. Помнишь, мы смотрели, да, кем бы ты была, если ты оставила имена. Да. В реальности не за что тебя там ненавидеть. Да. Не за что меня самой из себя ненавидеть, да. Но это происходит автоматически, как только ты попадаешь в этот образ, я во всём виновата. И просто когда в следующий раз этот образ начнёт свой вот этот голос поднимать, это я виновата, ты можешь его просто заметить. Кто это сейчас во мне, к кому пришла эта мысль? Ко мне. А кто я? Дочери своих родителей, да. Да, да. И вот посмотри, когда ты видишь этот образ, что с тобой происходит? Этот образ, который сейчас хочет этой эмоции ненависти к себе, когда ты его наблюдаешь. Ещё раз повтори, что происходит? Что с тобой происходит, как ты себя ощущаешь, когда ты начинаешь наблюдать этот образ? ненависти через осознание, когда его наблюдаешь со стороны. Вот смотри, ненависть включается, я ненавижу себя, вот этот наш переворот. когда появляется мысль, он ненавидит меня, и внутри бессознательно этот образ начинает управлять. Да. Ты его не видишь в этот момент. Не вижу, да. ты бессознательно начинаешь сразу испытывать ненависть к себе. Да. Но как только ты его выводишь в свет осознание, то есть кому пришла эта мысль? Я во всём виновата, ко мне, а кто я? Видишь, этот образ поднимается. Да, но это для этого в подобных ситуациях нужно всё равно какое-то время, чтобы... Да, мы сейчас не создаём алгоритм, просто сейчас понаблюдай, что происходит. Когда ты выводишь его в осознание, посмотри, что с тобой в этот момент происходит, когда ты наблюдаешь его со стороны, как бы, этот образ. Видишь его? Тогда я с ним разъединяюсь. Разъединяешься, и что с тобой происходит? И эта ненависть остаётся с ним. Это его наивление. А у тебя внутри? тишина просто. Тишина. Видишь? Да, ненависть я не чувствую другого чего-то тоже пока не чувствую. Просто тихо становится. Да. И вот из этого тихо попробуй себя начать ненавидеть. Надо придумать за что. Видишь, не получается. Да. Видела, как это? Да. Внутри. Да. Но если вспомнить, то да, то подобные образы появляются. да, но как только ты с ним отождествляешься с этим образом, ты глубоко у него засыпаешь. То есть ты как одеваешь на себя вот это это я. Я такая, глубоко я в это верю, что это я никчемная. Да, то есть ты как в этой одежде считаешь ее собой и тогда появляется эта ненависть. Да. Как только ты его вот так посмотрела, этот образ, да, сразу тихо. Да. И с тобой все в порядке. Ты видишь, что в реальности на самом-то деле есть поводы навести к себе? Нет. Да. Что все это результат, все эти эмоции, боль, которая возникает, результат просто вот этого засыпания я такая, я такая, я такая. Просто привычка. Засыпание это как засыпание, что ты имеешь в виду? что я в этом образе... Засыпание в этот образ. Вот почему я говорю засыпание, потому что вот когда мы спим, мы видим картинки во сне. И мы с ними глубоко отождествляемся. Да, поняла. Аналогия, да. И нам кажется, что все с нами происходит на самом деле. Это реально. Да. Это во сне я реально бегаю, там прыгаю, там еще что-то, боюсь, переживаю. И то же самое в нашем уме происходит, когда мы в этот образ попадаем, мы начинаем верить в его реальность. Это я. Да. Так же, как во сне. Очень интересная аналогия, мне так будет, наверное, проще. То есть, вот если даже ту ситуацию на кухню взять, и когда он говорит, сука, я сразу бамс и сплю. Да. Да, я заснула в этот момент, да. И боль твоя, которая возникает, ты просто показатель того, что я сейчас в какой-то образ нырнула и засунула на дождественную. И что мне надо вернуться к реальности, мне надо проснуться. Да. Да. Очень классная аналогия прям. Как ущипнуть себя. Да. Да. Как вот эти осознанные сновидения, да, там говорят, посмотри на свою руку во сне, и ты уже выскочишь в осознанный сон. То есть, то же самое. Это как, к кому сейчас пришла эта мысль, от чего болит мысль, да, я во всем виновата. А к кому пришла эта мысль, ко мне, а кто я? Этот образ, который привык считать себя во всем виноватым. И когда ты его наблюдаешь, как будто со стороны, в этот момент ты с ним разодождествляешься, и ты просыпаешься, от этого тебя становится. И ты опять в реальности. Да. Из реальности ты можешь иначе взаимодействовать с ним. Да. С мужем. Теперь это понятно. Угу. Потому что, когда реальность для меня была, возвращение к реальности для меня было условно говоря, тем, что почувствовать улицу, ночь улицы, фонарь, аптека, это было сложнее, потому что я, похоже, во сне видел свою руку. Угу. Не возвращалась настолько в реальности, как сейчас. Вот когда я понимаю, что нужно просто скрыть сон, и я вижу сон про ту девочку. Да. Иногда достаточно этого заметить, чтобы выскочить из него. А иногда, когда сильный стресс, можно сделать работу. И опять вот посмотреть, когда я реагирую в эту мысль, это... Третий вопрос это про сон. Да. Когда я в него сплю, что со мной начинает происходить? Я создаю образы, картинки, будущее, прошлое. Это всё в уме. Да. Я верю, что это на самом деле. Поэтому я так реагирую. Да. Так же, как во сне. Это всё образы, воображения. Да. Галлюцинации. Угу. Галлюцинации. И когда кем бы я был без этой мысли, когда вот этот... Все слайды стираются, стоят только я, чистая пространство. Я просто проснулась. Да. Угу. Я ненавижу себя. Посмотри вот этот переворот, посмотри ещё, для чего он сейчас нужен. Посмотреть, как этот образ заставляет тебя себя, себя ненавидеть, убеждает тебя, что ты достойна этой ненависти, ну, как бы заслуживаешь его. Я ненавижу себя. То есть, как он управляет твоей жизнью. Посмотри конкретные примеры, чтобы в следующий раз, когда у тебя появится соблазн опять начать его проживать, ты заметишь это и так чик, и выскочишь. То есть, посмотри сейчас конкретные примеры. Я ненавижу себя. Как это в тебе запускается? Ненависть это к себе. Мои мысли ненавидят меня. Да, мои мысли ненавидят меня, они подсовывают мне поводы, они словно находят подтверждение, цепляются за каждый крючок в моей жизни, чтобы откнуть меня носом в это, посмотреть, где есть за что себя ненавидеть. Доказать, доказать. Да, доказать. Какие там мысли? Там мысли о том, что у меня что-то не получается, что я ленюсь в чем-то, что я чего-то не делаю, что надо, но я не делаю, что я должна, но я не делаю. Мне нужно измениться. Да. Мне нужна помощь других людей. Да. Видишь, как эти мысли по кругу ходят-ходят и на благодатную почву улажаться на этот образ. Они как-то подкрепляют. И он ликует. Ура! Он ненавидит меня. Можно жить дальше. Как-то есть такие замкнутые экосистемы в колбочках, где какая-нибудь травинка сама себя поливает, сама там живет в колбочках. Вот. Да. Замкнутая именно такая, закрытая. Да, потому что этот образ, мысль запускает эмоцию и это энергия. Это как подтверждение, то есть энергия идет, да, значит, подтверждение, что это реальность якобы и такая вера в происходящее происходит. И образ опять закупляется. И дальше он опять начинает создавать ситуацию, условия, чтобы себя воспроизвести. И вот конкретно даже в тот момент на кухне посмотри, как это образ. Атомная реакция такая происходит. А мысль это просто очень двигатель. Да. И вечный двигатель. Вот он, атомный. эго, как Байрон Кейти говорит, эго ищет все возможные способы, чтобы обусловиться. Это же действительно он с нами. Он за все цепляется. То есть вот этот образ, это эго конструкция, это ложная идентичность. Эго хочет жить. Любая, не знаю, микроб, вирус, все, что угодно в этом мире, да, хочет существовать. Ему, чтобы существовать, нужны условия, экосистема. Да. Да. И как долго этот образ будет жить? Насколько он жизнеспособен вообще, вот, с учетом того, что мы с тобой проработали? Как только, пока он неосознан, когда ты с ним отождествляешься, в него засыпаешь, веришь, это я и подкрепляешь эту историю мыслями, эмоциями, доказательствами, картинками, да, он как бы живет. но как только свет, ясность и осознание на него падает, вот посмотри, ты видела, да, что с ним происходит? Да. Вот посмотри на никакую марину, насколько это реально, ущербная никакая марина. видишь, это как будто образ. Ну да, это нереально. Вот прям сейчас смотри на него. Он, в принципе, даже может как-то растворяться уже. Опять же, он растворяется. Да. Это существует вообще, на самом деле, никчемная марина? Нет. Это фантом, видишь? Угу. Мы этому фантому надаем силу реальности. Это он из пустоты появился и в пустоту ушел. Ты вот сейчас ручку представь. Нарисовался образ ручки? Да. И шухил. Да. И карандаш. Да. А куда ручка ушла? Никуда. Туда же. Куда-то. Видишь, что образ Марины никчемный, ущербный, по своей природе ничем не отличается. Да, от ручки. Угу. И вот, как Кетти говорит, мы страдаем, потому что мы верим в это ложное. Да. реальность всегда добра. Всё просто. Просто мама, просто папа, просто муж, просто я. Обычная, но живая. Угу. И боль возникает, то есть мы все устроены абсолютно одинаково. Наше страдание и боль это просто от того, что мы выпали из реальности и заснули в эти картинки. Угу. Да. Вот это всё, когда читаешь, когда об этом слушаешь или что-то смотришь и когда это проживаешь вот так и на своей собственной шкуре это абсолютно разные вещи. Угу. Да. Поэтому Кетти говорит, проживайте всё, да, то есть работа это проживание. Угу. Мы много правильных проживания. Мы книг прочитали, да, но мы не можем пока сами себе это не пощупаем, не можем. Да. Сделать это своим. Угу. Я ненавижу себя. И вот посмотри, как в тот момент, когда как этот образ начинает работать, да, создала образ его в будущем, который уходит. Да. Вот такой никчёмной Марины. Угу. Доказательства из прошлого подтянула. Да. Картинка одна, вторая, третья, он там в коридоре, да, он с наушниками. Угу. И всё, и страшный сон. И страшный сон, да. Хотя этого в моменте нет. Да. Но это то, что нужно образу никчёмной Марине, доказать ей, что она заслуживает ненависть. Да. я ненавижу себя. Да. Да. Я ненавижу себя. его. Я ненавижу его за то, что он... Марина, извини, пожалуйста, давай вот ещё я ненавижу себя, посмотрим, как это ещё, знаешь, запускается, вот эта ненависть к себе, когда ты проигрываешь вот роль удобной, вот из этого образа я ни к чём, на ней надо измениться, да? Угу. И ты говорила, что вот это удобное поведение, что ты там стараешься не помешать. Как ты относишься к себе вот в эти моменты? Я тоже себя ненавижу за то, что я такой вынуждена быть. Да. Видишь, как бы неуважение где-то к себе появляется, такое, как будто достоинство потеряем. Да. Там чётко я ощущаю, что я вынуждена такой быть. Да. Да. Я не хочу, я вынуждена быть. Да. И посмотри, что там много таких переступаний через себя идёт. Миллион, да, сплошные переступания. Как предательство себя. Да. И когда мы переступаем свою правду из мотива, допустим, спасти его, вот это переступание, это предательство, это такое нечестное себе, да, ну, нечестность текая с собой, она всегда проживается как ненависть. мы теряем к себе уважение, мы чувство вины перед самим собой испытываем. Да. И контактно не видно, кажется, что, да, господи, уже сколько можно это все делать. Да. И вот эта ненависть к себе, она опять же запускает, это во мне проблема, и это вот это во мне проблема, но запускает опять поведение, то есть это как замкнутая цепочка. И вот посмотри моменты, когда ты предавала себя, вот можешь конкретные примеры привести? Когда ты ненавидела себя за то, что ты делаешь? Ради чего-то, да, допустим, ради спасения отношений, там, чтобы быть удобной. Ну, допустим, когда он так вот уходил в себя и молчал, я считала, что я должна как-то его разговорить, чтобы мы могли дальше общаться нормально. Я в этот, в этот момент я прогибалась, получается, под него. Я наступала на горло собственной песне, собственному достоинству. Унижалась. Да, да. как-то старалась подстроиться под него, старалась, да. А могла в эти моменты просто, не знаю, пойти гулять или пойти с подругами в кофейни или еще что-то, повеселиться. Как помнишь, у тебя в детстве ты говоришь, сказала, что я бы могла со своими двоюродными сестрами. да. Да. Я ненавижу себя, когда я занимаюсь жизнью других людей, тех же родителей своих, и не справляюсь с их жизнью. да, там есть за что-то себя ненавижу. Да. Потому что, как ты говоришь, это обречено на провал заниматься их жизнью, не имея возможности на нее влиять. и всегда терпеть неудачу. Да. Все проходит в случае. Да. Потому что мы не можем прожить жизнь другого человека. Да. я ненавижу себя, потому что я в этот момент не с собой. У меня на себя обида и злость, что я себя бросила, свою жизнь бросила в этот момент ради того, что обречено на провал и заниматься жизнью других людей. Да. То же самое с мужем, да. У меня на себя обида, что я с собой не занимаюсь, а постоянно его спасаю. Да. Ненавижу себя, Завика. Да. Что ты можешь сделать сейчас в своей жизни, да, чтобы вот этот концикличность разомкнуть? Как ты это сейчас видишь, чувствуешь? Возможно, у меня больше понимания сейчас и больше ощущения того, как это сделать, не лезть в жизнь других людей. Конкретно не лезть к мужу. Не лезть в его проживание, не лезть в его проблемы, не лезть вообще ни во что. Да, воспринимать с доверием его, который справится. Ты с такой нагрузкой столько лет справлялась. Жить не лезть не лезть, Я к тому, что ты же выжила, такую нагрузку взяв на себя, ты же выжила. Почему мы думаем, что другой человек не выживет, не справится? мне кажется, что ему наоборот нужно наконец-то выжить самому, потому что в детстве его спасала мама, а теперь жена. И видишь, как мы и вот эта сука обращена, у него-то внутри он тоже ненавидит себя за то, что он не может взять ответственность на себя полностью. Ну, это как бы его дело, да, мы сейчас его рассматриваем, но я к тому, что мы в пары входим, в идеальной связке, как пазлики зашли. Да. И тебе, ты нужна мужу такая, какая ты есть для того, чтобы отразить его сценарий детства с мамой. Он тебе нужен именно такой, чтобы отразить твой сценарий детства с родителями. Для того, чтобы вы оба вот так сошлись, а потом вот так сошлись, да, то есть, чтобы вот это вот как переплетение вот этих историй, а потом, когда вы каждый становитесь, живете свою жизнь, но это уже вот другая соединенность. Да, я понимаю. Как взросление, да, как... Не иголками друг в друга входим, а... да, по-моему, сторонами. Равными, равными противами, позволяя каждому проживать свое. И здесь это не только даже про ненависть, это и про любовь, и про чувства. То есть, как Бэрон Кейти говорит, если мне скажут, я вас люблю, там, кто-то признается мне в любви, я скажу, я рада за вас, ко мне это не имеет никакого отношения. Также, как и про ненависть. Да. Мир другого человека полон всего, но это всегда диалог с самим собой. так же, как твой мир, полон всего, это всегда у тебя диалог с самим собой. Он ненавидит меня, и через это я могу ненавидеть себя, воспроизвести эту ненависть к себе. Пока не освобожусь от этого. Угу, да. Я ненавижу его. За то, что он меня в это погружает, в мое вот это детство, в мои образы. Я заколебалась уже с этим жить, и еще тут он меня туда макает просто, как котенка. когда я верю, что он меня ненавидит, каким я его начинаю воспринимать? Вот в топ-найт он говорит «Сука, он меня ненавидит». Каким ты его видишь? Ну, я его вижу сейчас, могу сказать, что я вижу его жестоким каким-то. Жестоким, и это разделенно, и эта чувствительная от меня уходит. отвергает меня. Да. Да. И я не чувствую к нему в этот момент любви никакой. Абсолютно, да. Нет любви там ненависть, она просто имеет разные оттенки, агрессию, страх, воля, чужденность, но это в основе разделенности. Я ненавижу его таким, который меня отвергает. И вот это помнишь твое замирание у меня как ступор? Да. Как невозможность с этим образом взаимодействовать. Как можно общаться с человеком отвергающим? Ну то есть видишь, как этот образ он меня отвергает, он меня ненавидит, он от меня уходит, он сразу встает между тобой и мужем. Да. И ты уже я ненавижу его такого отвергающего. Да. Потому что я верю тогда, что он делает мне больно. Что это он делает мне больно. А на самом деле? я заснула. Да. Спровоцировала на него этот тоже образ. Да. Помнишь, ты в вопросе, кем бы ты была без мысли, ты видела, что у него просто какая-то своя боль там. Это не про тебя даже, это его процессы. Да. Он тоже борется где-то с мамой через тебя еще. вот так мы видим человека, да, какое чувство появляется в другом. Приходит, первое, что мне пришло, это чувство сострадания. понимание от этого сострадания. То есть я понимаю, ты так же в такой же войнушке, как я в своей войнушке. Я знаю, как это бывает. Да. И здесь уже любовь соединенная и тишина. и не надо это исправлять, то есть можно просто давать поддержку. Любовь, она такая не тихая, не суетливая. Я ненавижу его, это как я его не вижу. в тот момент. Я его не вижу. Да. И я себя не вижу, когда я себя не вижу. Вот это слово ненавижу, оно прекрасное, по-своему смысловому смысловому ненавижу, не вижу. Ни себя, ни его настоящего. Ни жизни не вижу. Ни жизни не вижу, от этого больно мне. не живу, я сплю все время, все время сплю. И я его ненавижу, когда я пытаюсь его затянуть в модель, вот в эту роль, что он такой несчастный, такой живой, что он жалкий. Когда жалею его, я его ненавижу. Почему? не совсем это понимаю. Я как подменяю его. Да, я вижу его жалким, что несчастным. И нафига он мне такой нужен несчастный. Жалкий. Это как мы пытаемся другому его убедить, что с ним не все в порядке тоже. Я ему этот образ пытаюсь навязать, который в моем восприятии о нем появляется. Я пытаюсь убедить, что он такой. Да. Как конкретно ты это делаешь? ненавижу. В чем ты пытаешься его убедить? Здесь не совсем он тебя ненавидит. Я у меня другие фильмы появляются про то, что ему хорошо с другими женщинами. У меня рисуются какие-то там легкие, счастливые, правильные, красивые там и самые-самые замечательные женщины. ему плохо со мной, но ему хорошо с ними. И в этот момент я его убеждаю в том, что какой он? Что он несчастный. Несчастный с тобой. Да. Что у него не все в порядке в жизни. Что ему надо... Правильный выбор в жизни, жених и завершение. Да. Что он слабый в этом, что он может справиться со своей ситуацией в семье. Что он тот человек, которому нельзя доверять. не разобраться со своей мамой, отношениями со своей мамой, что он еще подросток, который не вырос до сих пор. Как ты это ему транслируешь? признавая, признавая, что он не справляется со своими эмоциями, со своей болью, вымещается на мне. подросток, подросток, на родителях вымещал, наверное, когда проходил через взросление. Да, и поддерживаешь его эту историю. Безусловно, она в нем есть, но когда ты реагируешь на нее, ты как будто ему подыгрываешь в этом. Да. Он верит в свой образ тоже себя, как ты верила в образ спасателя себя, да, и ты видела, как это тяжело из этого выскочить, пока мы не осознываем. И так же он в своей цикличности сидит. Но когда мы реагируем на историю другого, мы закрепляем его в этой истории. Мы в этот момент ненавидим его, не видим его, мы им говорим, да, ты такой, то, что ты привык о себе верить. Я пошла обиделась. Я показала тебе, как ты меня ранил, да, как ему мама показывала, может быть, какой он бессовестный. Да. И посмотри, как бы ты могла это не поддерживать в нам, каким поведением. мальчиком. это его слабость, это его, да, это его подростковый, так скажем, кризис не прожитый, все его несовершенства, как бы я могла не показывать. Не относиться к нему, как к мальчику, да, не поддерживать эту историю о том, что он, ну, вот, каким бы поведением могло это, ну, доверием, доверием, верой в него, что он справится, а это все достигается тем, что я не лезу в него дела. Да. И знаешь, ну, вот он меня недавно, наоборот, упрекнул в том, что я не даю ему поддержку, что у него на работе ужас и дома ужас, и я его не поддерживаю. Он, может, даже и сам не понимает, какой поддержки он хочет, он чувствует, что что-то не так, да, но посмотри, когда ты просто тихая и веришь в него. Да. Видишь, какая энергия идет к нему. Да. И это совсем как если ты включаешься, как мамочка, начинаешь его спасать. Да. Да. Когда я тихая и верю в него, вообще делать ничего не надо. Это и есть поддержка. да, да, а когда я верю в эти свои истории, что я должна измениться, это значит, что я там должна какие-то щи варить, еще что-то, да, это такая поддержка мамская получается. Да, это не то, в чем он нужен. Полы мыть, да, полы мыть, карбонару приготовить сегодня, да, на завтра что-то другое со странными названиями, вот так вот, чтобы ему было интересно и лучше. Да, посмотри, что даже лучшая поддержка мужчины, это позволить ему совершать свои ошибки. Да. Брать ответственность за них. Да. Делиться с ним ответственностью. Да. Ты справишься, ты сможешь сделать это. Передавать ему его дела. Помнишь, то есть я ненавижу его как мужчину, когда я создаю его жизнь удобной. Да. И он перестает чувствовать себя мужчиной. Когда я отказываюсь там от отпуска, когда я пытаюсь за него решить его же проблемы. Как он как мужчина, он задыхается, вот это, видишь, крик, сука, не может выскачить из этой роли. И ему нужна твоя поддержка в том смысле, что стать этой женщиной, которая позволяет мужчине проявляться рядом. Он говорит, едьте, значит, я еду в отпуск. Да. Да. И не нести неправильно себя всю ответственность за развитие ваших отношений. Потому что в этот момент я его тоже ненавижу, я ослабляю его. Он слабый, жалкий, никчемный, да, ну что, конечно, и он, и этот образ на него несется от тебя, он пытается его отбросить, сука, говорит, да, не крепись ко мне, фу, да, отмахивается, потому что он так же хочет свободы от этого, от истории детства, так же, как ты от этого тоже устала, хочешь эту свободу. Вы оба, видишь, что вы оба хотите одного и того же, просто у вас пока еще видение, как к этому прийти. Да. Я вижу его, когда я вижу его мальчиком, а не взрослым мужчиной. да, потому что получается в этот момент мне приходится брать на себя ответственность за семью. И это его унижает. Да. Поэтому он злится. Я ненавижу его в то же время, когда я его идеализирую, а на фоне его считаю себя, что вся проблема во мне. Я тоже ненавижу, ну, как обеляю его, да, это тоже как заставляя его чувствовать такую, не освобождая его полностью от ответственности. Он тоже как мальчик становится, а не взрослый мужчина. Когда я его идеализирую? Да. Ну вот это, как у тебя было, он такой правильный, он жалкий, он ходит, да, потому что у него там с другими женщинами все прекрасно, со мной все плохо, он же я никчемная. да. Не идеализирую по-своему не с собой, да, поняла. И вот это здоровое, когда ты его видишь равным себе, когда ты не занимаешься его делами, занимаешься своими делами. Посмотри, появляется сила сказать «Нет, я не хочу», «Да, давай», исходя из того, что ты хочешь. Пока не вижу этого. Понаблюдай, просто понаблюдай, как поэкспериментируй даже, да, вот это вот не занимаясь его делами, как ты начнешь себя проявлять, когда ты в своих делах. И ты, возможно, увидишь, что многие вещи, то, что ты делала раньше, начнут отпадать. Это как с родителями, когда ты там прятала ножи, ну, делала кучу действий лишних, нет, в которых не было необходимости прямой. И, может быть, сейчас в ваших отношениях какие-то твои действия начнут отваливаться, и для него это будет вызов, он еще такой Марины не знает. И тогда это вызов для его собственной вороста и взять ответственность на себя, и тогда он будет расти как мужчина. И, может быть, не сразу, не просто. Просто понаблюдай. Но когда я с ним на равных делюсь своей ответственностью с ним, я его, посмотри, какое отношение к ним у тебя появляется. Уважение. Уважение. Да. И он это ловит. И это то, в чем он нуждается. И на этой энергии он уже идет и побеждает. И решает свои вопросы. И в тот момент, когда он говорит «сука, как бы это проигралось?» Смотри. Если мы были на равных. Да. Ты чувствуешь его закрытость. Да. даже сама мысль «он закрыт», это уже его дело, да? То есть ты уже вырубил. Да. Он закрыт и сразу возникает, с этим надо что-то делать. Выводить его из этой закрытости, да? Да. если бы ты не занималась его делами на кухне, ты зашла? мне пока сложно как-то представить. я зашла, я не лезу в его дела, я... да, вот прям попробуй в той ситуации проживи этот момент, если бы ты не занималась его делами. то есть для меня не имеет значения, какой он сейчас открыт или закрыт, он просто там что-то делает на кухне. не как безразличие, а просто как вот из этого состояния доверия на равных. Как бы себя-то вела? Как это проживалось бы? Какие импульсы у тебя внутри? я бы себя там чувствовала наверное хозяйкой на кухне. То есть если бы он там что-то сделал не так, а все-таки на кухне я старшая, он старший в чем-то другом, то там бы на кухне я бы не смогла сказать что-то такое вот из вот этого своего состояния, что я здесь что-то решаю на этой кухне, что-то здесь могу делать, я могу что-то тебе сказать здесь. Это пространство да, моё. То есть какое-то достоинство появляется, видишь? Да. И способность говорить о своих чувствах и том, что тебе подходит или не подходит. Да. Ну, пример конкретный не могу, но условно говоря, если бы он там взял чашку и поставил бы её куда-нибудь грязную, я бы ему сказала, что хотя бы поставь в ракон. Может быть вот так. Это совсем надуманный пример, но из-за ощущения я могла бы это сделать. И не с претензией, с обвинением, с тем, что... Это ваше общее пространство и тебе удобно. Да. То есть ты ему как бы показываешь, мне подошло бы, если бы ты поставил её на своё место. Поставить он или нет, это уже другой вопрос, но ты говоришь о своих чувствах, о своей потребности. да. Да, и это совсем другое, как удобное поведение, не обратить внимания или там затаить. Да, да, совершенно другое. Ты становишься прозрачной, появляется сила себя просто проявлять твоей твоей мысли, твою, как оно есть, как тебе удобно, как тебе комфортно. Да, в реальности не возьму. Посмотри, как это мужчина на это может реагировать. Ну, мы сейчас, конечно, занимаемся, ну, гипотетически, да. как ты думаешь, как бы в нем это могло отозваться, если бы ты так себя проявляла? Это в какой-то степени требование к нему, и он бы прислушался, то есть во всяком случае он бы замечал это. Он бы как-то бы заметил, опять же, как ты говоришь, неизвестно, поставит он чашку или нет, но он бы заметил, что... Соглашение считаться с тобой. Да. Угу. С тем, что ты тоже живая, что ты существуешь рядом. Да. Со своими особенностями, со своим миром. А так он не понимает, с чем ему взаимодействовать. Да, если я сплю. Да. И для него это тоже приглашение начать уже выстраивать отношения. Угу. Это уже какая-то открытость и прозрасть. то есть это искренность уже появляется. Да. и тогда он может делать этот выбор уже сознательно. Я хочу быть с этой женщиной или нет. Потому что я понимаю, кто она. Она мне себя показывает. У вас появляется шанс, что он тебя выберет как женщину. Или не выберет, но это все равно будет про уже как настоящее что-то. А так вы пока как на периферии друг к дружке катаетесь и не получается этого как соединенности. и он не понимает вообще люблю я его или нет. ты не понимаешь выбирает он меня или нет. И от этого у вас идет конфликт такой. Я пока это не могу через себя все пропустить, но мне это отзывается. Как-то вот наблюдать. И он не ненавидит меня. почему это может быть большей правдой. Что для тебя противоположное ненавидит? Ну ненависть и любовь две противоположности, но как-то мне страшновато в этой ситуации говорить, что он любит меня. Почему в тот момент он любит меня? давай знаешь, сначала посмотрим. Он ненавидит не меня. А что он ненавидит? То, что я сплю. Тот образ, который ты ему пытаешься выдать постоянно. Да. эту макую никчемную Марину. Но это не ты. Ты увидела сегодня? Да. И он говорит, не надо мне этого. Да. Я хочу тебя живую, настоящую, со своими желаниями, со своими страстями, такую, какая ты есть, неудобную жену, а живую. он ненавидит не меня, а мой сон о самой себе. Он любит меня. О чем это может быть? Почему когда он говорит сука, он любит меня? Он словно заставляет меня пробудиться из-за этого сна. Да. И вернуться в то состояние, которое в себя, вернуться в себя, в меня. Возможно, в ту, которую он все еще любит, наверное, не знаю. Да, который он встретил. Да. Он как посмотри, сколько в этом уважения к тебе, то есть он говорит, он же мог сделать вид, что он не заметил твоего вопроса, да, твоей вот этой игры из этого образа. Он мог подыграть тебе твою историю. А он говорит, сука, нет. Да. Вставай. Да, не надо нам тут этих игр. Просыпайся, да. Да. И в этом он, в принципе, когда мы ругались какое-то время назад, он мне прямо сказал, что ему надоело уже, вот это вот, как он выразился, амеба. Вот, видишь, и посмотри, какой он честный в этом, смелый и честный. Он говорит, вот это я не беру, я хочу тебя живую, настоящую. Люблю в тебе это, а суррогат я не возьму, я не смирюсь с этим. Я не стану мертвым таким же амебой, который делает вид, что все хорошо у нас. я буду возмущаться до тех пор, пока не произойдет вот это как раз купоривание тебя и это проявление любви, видишь? я это понимаю умом. Когда вы сейчас наблюдаете это, но есть такое согласие, что это? да, 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 я пока в это не верю, как, вот, поверила в то, что есть образ отдельно от меня, вот именно тот образ с детства. что больше проявление любви, когда человек честно дает обратную связь, либо когда он делает вид, что все хорошо? Конечно, честная обратная связь. Да, это иногда больно, да, но в этом больше любви, видишь? Нет, не иногда больно, это безумно больно всегда. Да, честная обратная связь, да. он верит, что ты справишься, он верит в твою силу, иначе бы он тебя жалел и снисходительно относился бы к тебе, да. И видишь, что в этом смысле он даже больше для тебя пример, у него можно учиться. Да. Да, это проявление любви. Он говорит, я тебя спасать не буду, Марина, ты сама справишься. Да. Он любит меня. Он любит меня, потому что дальше вот этого просто сука никуда не идет. Он не высказывает, он не выпивает скандал, он не высказывает состояние вот этом своем какие-то претензии ко мне или еще что-то. Не уничтожает тебя. Да. Он просто этим говорит, мне это не подходит. Да, мне это достало уже. Он любит меня, потому что сколько вы вместе уже? Да. лет 15 уже. 15 лет. Да. Он любит меня, потому что он до сих пор со мной. Да. Как бы тяжело не было вам, какие-то сложности не возникали. Да. Мужчина не будет там, где он не выбирает быть. И может все, что угодно происходить между вами, но пока он рядом. Это его выбор быть с тобой. Да. И можно опираться на это ваших отношений. Можно опираться на то, что он там у него плохое настроение, он плохо реалирует, да. Да, или что у него какие-то там женщины, с которыми им хорошо. Да. Еще задавайте две разные реальности. и разные жизни. Да. Не он ненавидит меня. Не он ненавидит меня. Тот слабак, которого я вижу в нем. Тот, кто причиняет мне боль. Как я это вижу. А, через этот образ, который я на него надеваю, что он меня не любит. Да. Таким образом я сама себя не ну, как бы мы пройдуем на этом где-то весь на другом. Через этот, который хочет уйти от меня. Да, да. Но ты не знаешь, что в его мире происходит внутренне. Ты не можешь заглянуть туда, целиком. Да. Половина твоих версий ошибочная. Да. говорит, сука, немой ненавидит меня. Я себя ненавижу. Да, и через него, через создание этого образа себя ненавидит. Да. Если вообще в нем сила ненавидеть тебя, что он может ненавидеть в другом? Только то, что он ненавидит в себе. То, с чем он борется внутри себя. это его война. Я могу ввязываться в это, а могу не ввязываться. Да. Так же, как внутри себя. я могу разбираться со своей войной внутричьми. Да, со своими образом, да. Ввязывая его или не ввязывая его в эту битву. Четвертый раз выдыхаю, по-моему. Да? Четвертый раз кажется, выдыхаю за фасилитацию. Ура, он ненавидит меня. когда в следующий раз ты поймаешь похожую ситуацию, это приглашение. на следующий раз после сегодняшней фасилитации я поймаю вот это вот все, то я буду знать, что я склонилась, что я заснула снова. Это будет сигналом, чтобы мне проснуться. Начать уже жить своей жизнью. Да, начать уже. Включаться с новой Мариной, с собой. Да, может быть, не с новой, а со старой. Со старой, с настоящей, которую я задвинула далеко. Которую я забыла просто. Которую в себе. Которая вынуждена спать. Поскольку ее в состоянии искусственного сна были. Да. Сама себя вела. И это каждый раз приглашение проснуться. Проснулся. Ура, он ненавидит меня. О, опять пошел сценарий прежний, сейчас моего чик-чик-чик. Да. И чем больше будет этих моментов, заметь, тем больше будет пробуждение, запередиствление. И тем больше будет пространства между тобой и вот тем привычным, что ты о себе верила. Ну, да. Да. И эта свобода, вот это внутреннее ощущение себя, оно будет больше как воздух, а куда выдохнуть. Можно выдохнуть. И ты понятия не имеешь, как жизнь там отыграется. Но когда мы делаем шаг вот в это пространство, в свободу, да, в эту свободу внутреннюю, мы точно не проигрываем. Да, пожалуй, что так. Да. Больше коридор возможностей открывает. Угу. А не этот тоннель, в котором мы спим. Ну, я сплю конкретно. Да. И ты не знаешь, как это дальше будет. Будете вы вместе, не будете. Может быть, вы свои сценарии в этом смысле развяжете и поймете, что вы свои задачи выполнили. Пазлики здесь. Да. И может быть, там произойдет другой истинный выбор, может быть, даже с другими партнерами, но это будет, вы уже будете как капсулированы. Да. Вот. А может быть, у вас начнется, ну, уже качественно новый уровень взаимодействия. Угу. Да. И чтобы доказать ему мою любовь, я сделаю все, чтобы начать чувствовать себя и давать ему себя прозрачную, настоящую, со своими нет или да, мне это подходит, мне это не подходит, которая занимается своими делами, то есть чувствовать эти импульсы, поскольку когда твое внимание в его жизни, в этот момент, я своей не живу, ты не понимаешь себя, ты не можешь почувствовать, что сказать, да или нет, это нет на зубах, поэтому появляется эта амеба непонятная, которая раздражает не потому, что ты такая, а потому, что непонятно, как с этим взаимодействовать, когда ты в своих делах, ты сразу чувствуешь свое тело, сразу чувствуешь свое желание, ты можешь его выдавать, и ура, он ненавидит меня, ура, он ненавидит во мне этот образ, который я пытаюсь сучить уже 15 лет, он отбрыгивает, наконец-то, да, он мне об этом говорит, да, что он перестал уже делать вид, что это его устраивает, да, большое ему за это спасибо, да, да, сейчас прекрасно мне дает шанс проснуться, да, потому, что он уже не боится быть честным, делает шаг в эту искренность, видишь, да, и он приглашает тебя, все, что тебе надо сделать последовательно и тоже становиться искренним, перестать терпеть, изображать, как сейчас, что, с чем ты уходишь, вот что для тебя, ну, как бы самое главное, какое вот сейчас может быть восприятие, ситуация, я понимаю сейчас гораздо лучше, что такое быть в реальности, потому, что я раньше вообще просто не могла понять, что значит быть в реальности, что значит не уходить в свои образы, сейчас я это почувствую на своем теле, это очень важно для меня, это очень такой шаг прям большой, особенно в аллегории со снами, с примерами и когда есть этот механизм, видишь, что все просто, на самом деле все, нас пугает то, чего мы не понимаем, неосознанно, как закрытыми глазами, как мои душники, когда мы уже понимаем эти процессы, да, мы уже что-то с этим делать. Да, я поняла, что мне на самом деле не за что себя ненавидеть в этой жизни. Ладно. Да, какие-то ошибки я делала в наших отношениях с мужем. Не могла их делать. Вот видишь, что ты не могла их не делать, потому что пока этот образ управлял, да, это не могло не делать. И ты делала не потому, что ты никчемная, потому что это была вера в историю, что так нужно. Да, но я сейчас жалею об этом, что было так. Могло быть 15 лет совершенно по-другому. Но уже как было, уже с этим по-другому. Всегда вот это как осознание мы приходим тот момент, в какой приходит. Да. Мы этим не управляем. Знала бы ты там 5-10 лет назад об этом бы ну по-другому может быть проживала. Но этого не случалось. Дело все что могло. третий, что у меня по результатам фасилитации я кажется ощутила, что я могу от этого освободиться. Потому что я раньше не видела выхода никакого. Не было уже надежды. не могла да, я не могла понять, почему я постоянно в эти какие-то страдания в свои возвращаюсь. Вроде бы прорабатывала сама, вроде бы уже с кем-то прорабатывала. И все равно я возвращаюсь в этот круг, в этот цикл. сейчас есть внимание, что это может закончиться, что этот круг может разомкнуться. Просто вот эта сила свободного внимания вот так чик-чик-чик фигурки рассмотреть и уже все это. Но вот даже вот эта помощь, такая как практика от Мовичара. Кому пришла эта мысль ко мне? А кто меня? Здрасте. Кто тут? И когда ты видишь это со стороны, ты тут же становишься собой. В такую чистую бытийность попадаешь. Тишину. И чем больше ты этих образов в себе рассмотришь, ты можешь даже практиковать, чем больше ты это начнешь замечать в процессе жизни, тем как будто появляются как они лопаются, как пузыри мельные. Чище, чище, чище. И может ты начнешь замечать, что какой-то больше естественности появляется. Просто ты. Просто ты. Это не жить. Исчезает страх почему-то, желание что-то контролировать, больше доверия открытости. и вот это новое качество новой жизни. Она рядышком, совсем рядышком. Да, она во мне. Рядышком, рядышком. Все, что мешает ее увидеть, это вот эти заслоения. то, чем ты мне являешься. Да. Спасибо, Валентина, тебе большое. Тебе большое спасибо. Прям огромное. Давай. Спасибо. Ты видео куда-то выложишь, да? Я, в смысле, я его жду. на канале выложу, ты всегда можешь его послушать, переслушать, если что-то будет опять забываться, выпадаться, можешь опять притягивать, как мы поменяли. Хорошо. Спасибо большое, это замечательно. Да, всего доброго тебе. Пока. Пока.